Пятиугольник, диагонали которого тоже образуют пятиугольники. Когда вы рисуете его диагонали, никакая диагональ, никакую другую не пересечёт. На первый взгляд это вообще невозможно, потому что, смотрите, рисуете такой самый обычный пятиугольник, да? Вот у него диагональ, вот у него диагональ, вот они пересеклись. Плохо. А надо, чтобы не пересеклись. Никакая диагональ не должна пересечь никакую другую. Это можно сделать. Это иногда так рассказывают. Представьте себе, что у вас есть пять вершин, и на них нарисованы два пятиугольника. При этом никакая сторона одного не является стороной другого. Кстати, все понимают, чем отличается многоугольник от лома? Многоугольник не имеет права сам себя пересекать. Правильно? Многоугольник – это фигура, которая образована, когда мы рисуем не самопересекающуюся замкнутую лома. Замкнутую – это значит, что начало совпадает с концом. Не самопересекающуюся… Ну, значит, вот если я рисую что-нибудь такое, то это не многоугольник. Понятно? Да, вот это нельзя. Потому что он сам себя пересекает. Это запрещенная картинка. Нарисуйте два пятиугольника, чтобы никакая сторона никакого идеи не была бы стороной другого, а вершинку, чтобы было ровно пять штук всего. А как это? Как-то они, как-то, они будут споршаться, что ли? А? Нет, ребята, точки на плоскости. Нет, нет, нет. Еще раз. Это задача по математике. Вообще, господа, я не люблю, что называется, занимательную математику. Вот есть вот такая вещь, как там занимательная химия. Что такое занимательная химия? Это надо взять пищевую соду, уксус и налить. Замечательно. Му-у-у-у возникает. Вот. Но проблема вся в том, что все эти вот занимательные фокусы, они очень быстро приедаются. Да, они очень быстро... А главное, в них нет настоящего, что называется, места для развития. Поэтому, нет, ну, это не приедут, ребята. Это реально существующая конструкция. Точки, главное, лежать на плоскости. Это все можно действительно сделать. Да, что? Нет, не могут. Никакие три точки не лежат на одной прямой. Да, да, да. Малый мехмат – это не место, где мы пытаемся вас, что называется, забавлять. Это ни в коем случае не кружок по занимательной математике. Другое дело, что когда я там говорю какую-то тему, важно понимать, что я, конечно, не успеваю за это занятие целиком это все рассказать. Вот мы там сегодня из этой книжки решили несколько задач. Конечно, желательно, чтобы вы сами читали книги, пытались что-то узнать и так далее. Вы пытаетесь опять, чтобы у вас отрезки совпали и так далее. Нет такого эффекта. Я сказал, никакие три точки не лежат на одной прямой. Понимаете? Вы считаете, что у вас дурят. Что картинка должна быть с прибабахом. Нет здесь никакого прибабаха. Если это занимается делом. Знаете, мне кажется, еще представить себя. Должно быть всего пять точек. Каждая соединена с остальными четырьмя точками. При этом два отрезка синих, два отрезка зеленых. И вот синие отрезки образуют пятиугольник. И зеленые отрезки тоже должны образовывать пятиугольники. Вот это надо нарисовать. Точки, вот очень важно, надо не просто так поставить. Если вы поставите точки вершины пятиугольника, у вас ничего не получится.